Надо ли нам все вот эти наши дискуссии стримить напрямую или делать так, как это делают многие структуры, там где-то собрались, сделали, потом один сделал заявление от имени. Я думаю, стримить, конечно, если мы говорим об открытых дискуссиях, а если они большие будут дискуссии, то, конечно, надо дать, чтобы каждого услышали позицию. Пусть кто интересуется следит за этим и, конечно, по итогу можно какой-то делать короткий бриф, вывод и так далее. В том числе, публиковать документы, если будут выработаны какие-то резолюции, какие-то рекомендации, это должно быть открыто. Я здесь, да, Дмитрия абсолютно поддержу, причем потому что так или иначе эти кулуарные между собой потом все равно утекают в сеть, из них делают нарезку, где, в общем-то, белорусская пропаганда использует это все в своих целях. Как сенсации. Да, как сенсации представляет еще как, скажем так, серьезная работа служб по вскрытию очередного заговора, не знаю, там, это Винни-Пухов, да. Но, по сути дела, в общем-то, это дискуссия на тему будущего страны, в которой принимают участие людям, которым действительно Белоруссия не безразлична. Я вот здесь с Валерием абсолютно согласен, что в стране можно относиться по-разному. И фактически сейчас мы видим отношения как к своему собственному карману, к своему собственному, не знаю, вот как к колхозу, да, в котором вроде как владеешь, а вроде как, в общем-то, и ни за что не отвечаешь, и делаешь все на свой странный, мягко скажем, вкус, точнее его отсутствие. Я тут немножко чуть поправлю, Анатолий, Белоруссия это рассматривается не как собственные карманы, а как инструмент наполнения этого кармана. Вот это более, мне кажется, такое. Ну, наверное, да. Мысль была, ход мысли было понятен, что это, в общем-то, нечто, что можно использовать до бесконечности для своего собственного обогащения, не более того. Поэтому, в общем-то, и принимаются те решения, которые принимаются, не дальновидные. А сейчас, когда этот, скажем так, карман, да, корпорация Беларусь стала ощутимо беднеть под воздействием санкций, принято в ответ на те самые решения, которые были приняты и по выборам 2020 года, и по политзаключенным, о которых ни в коем случае нельзя забывать и по участию в агрессии против Украины, сейчас начинается паник. То есть понятно, что, в общем-то, денег нет, держаться есть мало за что. И вот это даже перспектива планирования, которая раньше могла составлять вплоть до нескольких лет, она сейчас сузилась буквально до нескольких дней, потому что, в принципе, такое ощущение, что белорусское правительство, если его можно так называть, оно плывет по течению, и каждая озабочена тема только, чтобы пережить очередной день и вернуться домой, а не поехать за решеткой. Но это слабый стимул для эффективной работы. И, знаете, как это в автошколе учат инструкторы, чтобы не врезаться в впереди идущую машину, нужно смотреть не на ее бампер, а смотреть в перспективу. Тогда ты видишь ту точку, в которую ты хочешь приехать. Если ты видишь бампер впереди идущей машины, ты в него очень быстро переедешь. Сейчас взгляд этой планирования, он на уровне бампера впереди идущей машины.